В обязанности специалистов Центра занятости населения входит осуществление контроля посещения и успеваемости безработных граждан, которые направлены для профессионального обучения. В производственных мастерских Новошахтинского технологического техникума обучается группа из 10 человек по профессии электрогазосварщик, который является востребованной на рынке труда. Для специалистов Центра занятости это обычная практика. Мы являемся заказчиками по контракту «Новошахтинский технологический техникум-исполнитель». Он проводит профессиональное обучение безработных граждан. Эта группа – это из числа безработных мужчин, которые состояли у нас на учете и которые в свое время не смогли найти работу по имеющимся профессии. И мы им предложили профессиональное обучение, перепонготовку. Это вид обучения называется профессиональная перепонготовка по профессии, которая востребована на рынке труда. Центр занятости, сотрудничая с технологическим техникумом, уже давно. Сначала пробовали учить женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. У нас первая группа была, по-моему, в 2010 году. Оператор швейного оборудования. Еще раньше, когда был спрос на профессии строительные, это облицовщики с синтетическими материалами, мы учили также на базе этого техникума. Раньше он назывался лицей. Сейчас в основном в этом лицее профессии, которые дает этот лицей, это электрогазосварщики. Также набираем группу в скором времени, запустим операторы швейного оборудования для нашей Глории. Около 70% работодателей, которые обращаются в центр занятости с целью заключить с ним контракт, нуждаются в рабочих профессиях. Условия контракта и обучения таковы, что центр занятости учебному заведению платит за обучение безработного. Безработные получают новую или смежную профессию абсолютно бесплатно для себя. На время обучения центр занятости гарантирует стипендию безработному. Размер стипендии от минимальной размера стипендия 850 рублей, максимальной 4 900. Получив новую профессию, граждане могут самостоятельно искать место работы, а могут и обратиться за помощью к специалистам центра занятости. Тимофею Кошинскому 27 лет, азы электросварщика у него уже имеются. Я как бы тоже неофициально 8 лет для себя варю и хочется получить корочку, чтобы все официально было. И в дальнейшем есть планы по открытию собственного дела по изготовлению металлоконструкции. В Новошахтинском филиале Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики имени Степанова в данный момент обучается группа женщин по программе дополнительного профессионального образования «Компьютеризация бухгалтерского учета». Здесь у нас группа смешанная. Здесь женщины, которые были безработные, состояли в центре занятости на учете в качестве безработного. И часть женщин, которые находятся в отпуске и по уходу за ребенком до достижения трех лет, и которые в этом году планируют приступить к работе. Эта группа состоит из 10 человек. Обучающий курс рассчитан на полтора месяца. В основном здесь женщины, не в основном, а все, которые имеют уже образование профессиональное в области бухгалтерского учета или экономики, или финансов. И курс предназначен о повышении квалификации. Здесь они осваивают компьютерную программу, которая широко распространена на предприятиях. Один из бухгалтерии, обновленная версия. Здесь этот курс рассчитан не только на чистое техническое освоение компьютерной программы, о которой я сказала, но и азы бухгалтерского учета, чтобы восполнить и безработным, и женщинам какие-то... Потому что бухгалтерский учет – это та сфера, в которой постоянно идут обновления, какие-то нормативные акты новые, и это входит в учебную программу. После окончания курса выдается удостоверение о повышении квалификации. К сожалению, при организации обучения женщин порой возникают трудности с работодателями. Трудности какие? Отбой от женщин, скажем так, нет. То есть женщины приходят, заявляют о своем желании повысить квалификацию или получить новую профессию. Трудность заключается, что не всякий работодатель мы должны женщину направить по согласованию с работодателем. Не каждый работодатель согласен подписать договор, а он является одной стороной в нашем четырехстороннем договоре, готов пойти навстречу женщине, подписать договор, чтобы она повысила свою квалификацию и переподготовку. Хотя и для работодателей, и для сотрудницы курсы повышения квалификации абсолютно бесплатные. Единственное, что обязательство по договору работодателя – это предоставить после окончания обучения женщине рабочее место, хотя она и так этим местом обеспечена в силу своего отпуска. Мало того, что используется форма обучения не только дневная, но и дистанционная. И если женщину мы направляем в другой город, то мы компенсируем затраты по проезду и можем предложить проживание, оплачиваем общежитие, если женщина согласна на проживание в другом городе во время обучения. Надежда Козырева переехала в Новошахтинск из другого региона и временно осталась без работы. Обратилась в центр занятости и там ей предложили повысить квалификацию. Я уже познакомилась с работой новых программ и также обновила базу знаний по тем, которым я знала, Word и Excel. Обучаясь основам бухгалтерского учета и 1С, я просто повышаю профессиональный рейтинг, увеличиваю свои возможности для дальнейшего устройства на более перспективную работу, подходящую, интересную мне. Основные профессии, по которым центр занятости производит обучение, это профессии, которые пользуются спросом на рынке труда Новошахтинска и Ростовской области. По заявке работодателя, возможно обучение по редким профессиям. Например, такая профессия, как водитель погрузчика, если пять лет назад она была не очень актуальна на рынке труда, то с вводом в эксплуатацию новых предприятий, такие, например, как тот же наш рыбокомбинат Донской, который в прошлом году вступил в строй, распределительный центр «Магнит», который работает третий год, и есть потребность в профессии водитель погрузчика. Для нас это новая профессия. Мы второй год обучаем по этой профессии. Новошахтинский завод нефтепродуктов нуждается в водителях бензовозов. В прошлом году по заявке Новошахтинского завода нефтепродуктов мы заключали контракт с шахтинской автошколой «Автоград-Юг» на обучение безработных граждан с дальнейшим трудоустройством на нефтезавод. Но, к сожалению, мы заключили контракт не на 10 человек, но за год всего обучили 3 человека. И поэтому, пользуясь случаем, хочу пригласить мужчин, которые желали бы работать на этом предприятии и не имеют этой категории ДОПОК, приходить в центр занятости и возможность получить бесплатно для себя эту подготовку. У безработного гражданина, который повышает свою квалификацию или обучается по новой профессии, появляется больше возможностей расширить свою конкурентоспособность и рамки трудоустройства. Продолжение следует...